Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав, сегодня мы с вами будем говорить про Galaxy S10e. На мой взгляд, незаслуженно забытый смартфон на презентации Galaxy, потому что все почему-то вдруг решили, что это какая-то дешевая штука, которую никто покупать не будет. Но как мы, блин, все ошибались? Дело в том, что когда к нам приехали все смартфоны и линейки, это Galaxy S10+, Galaxy S10 обычный и Galaxy S10e, именно E вызывает самые бурные эмоции, которые можно вообще вызвать после просмотра и трогания смартфона. Дело в том, что мы живем в забавное время, когда буквально 3-4 года назад телефоны с диагональю больше 6 дюймов, да больше 5,5 дюймов считались какой-то невероятной лопатой. Но с приходом безрамочных дисплеев и минимальных рамок все изменилось, и сегодня диагональ в 6,5 дюймов в статистическом смартфоне вполне нормальное дело. Но если вы вдруг этому тренду не поддаетесь и вам не нравится тенденция того, что все сверхбольшое, то Galaxy S10e вам явно понравится. Во-первых, хочу привести банальный пример. В руках у меня Galaxy S7, и этот телефон, имея абсолютно схожие размеры с Galaxy S10e, имеет значительно меньший экран, как в высоту, так и в ширину. И это ли не чудо, потому что раньше вот этот телефон казался вполне себе немаленьким, но сегодня это уже мавитон, а Ешка в таком же корпусе выдает совершенно другой опыт использования. Но давайте Galaxy S7 отложим, его время все-таки уже прошло, и рассмотрим именно этот смартфон с игровой производительностью, как он вообще справляется с сложными задачами, и вот это вот все. Монент, который меня всегда парил, что когда производители хотят сделать маленький смартфон, а не супербольшую лопату, они всегда начинают унижать его по характеристикам. Ну типа, ну если человек не покупает супербольшую диагональ, то скорее всего ему большая мощность и не нужна, хотя это не так на самом деле. И Galaxy E, к счастью для нас, этому тренду не следует. Да, действительно, характеристики его чуточку меньше, чем и Galaxy S10+, но надо признать, что в работе и в играх это совершенно не ощущается. Давайте разбираться. Начнем с того, что установлен здесь такой же процессор, как в Galaxy S10+, это 9820 Octa-Core Exynos. И что интересно, этот процессор вплотную приближается к Snapdragon 855, который здесь тоже на самом деле может быть установлен, если вы вдруг надумаете покупать этот смартфон не в Украине, а, например, в США. Я напоминаю, что в СНГ попадают смартфоны только с Exynos процессорами. И если два года назад, во времена того же Galaxy S7, разница между Snapdragon версией и Exynos была разительно большая, то, опять же, повторюсь, сейчас эта разница минимальна. И найти ее нужно, ну можно только под лупой на самом деле, вот под микроскопчиком это все искать. Мы поиграли на этом смартфоне в PUBG и в Svald 9. И выводы очевидные. Смартфон с ними справляется максимально хорошо. Никаких затупов проблем я не обнаружил. Единственное, но нагрев Galaxy S10e был значительно больше, чем у Galaxy S10+. Связано это, опять же, с меньшими размерами корпуса и более кучным, как говорится, расположением элементов. Все-таки Galaxy S10+, рассеивать тепло значительно проще, чем маленькой Ешке. Но, опять же, на производительность это в воззримом будущем влиять точно не будет. Потому что час активного юзания игр и приложений не заставили телефон задуматься. Но он ощутимо сильнее нагрелся, чем, опять же, Galaxy S10. В чехле эта история, опять же, не так хорошо ощущается. И я не могу сказать, что в чехле вы прям чувствуете, что он обжигает вам руки. Мне кажется, Samsung не просто так сделала здесь эти симпатичные дырочки. Поэтому, когда я играл на нем в чехле, опять же, проблем я никаких не испытывал. Так же, как и в Galaxy S10+, здесь есть отдельный игровой режим, геймлаунчер, так называемый, который блокирует все входящие вызовы и ненужные уведомления во время игры. Так что вас никто не сможет отвлечь от брони от топ-1 в PUBG в том же самом. Ну и что порадовало, что, как и в случае с Galaxy S10+, здесь уже наблюдается некая оптимизация под вырез. А я напоминаю, что в E-шке только одна фронтальная камера. Этот вырез меньше, чем у Galaxy S10+. Но уже большинство современных игр понимают, как с ним работать. Тот же самый Asphalt 9 никак не смущается насчет этой камеры и выводит кнопки так, чтобы их можно было нажать, при этом используя всю видимую площадь экрана. PUBG, к сожалению, так же как и на Galaxy S10+, чуть-чуть смещается вбок, для того, чтобы на эту камеру не залезть. Оперативной памяти здесь тоже поменьше. В базовой модификации здесь будет 6 гигабайт оперативки, либо 8, в зависимости, опять же, от количества встроенной памяти. А она бывает тоже двух вариантов. На 128 и 256 гигабайт встроенной памяти. И microSD-шечку тоже, конечно же, можно вставить. Я уже не говорю про то, что как и S10+, здесь тоже есть IP68, здесь тоже есть HDR10 в дисплее. В общем, ребята, если вам нужен компактный смартфон, который все может, то Galaxy S10e это крутой вариант, и при этом он не стоит всех денег мира. Потому что, опять же, если сравнивать его с ценником S10+, по большому счету вы получаете практически то же самое, но в меньшем корпусе. И видимая разница будет только в размерах. В минус одной камере здесь будет телевик в S10+, а в маленьком телевичка у нас нет, только широкоугольная камера. Ну и, в общем-то, все. Встроенная память, конечно, будет разная. Но, честно вам скажу, я не очень понимаю, кому нужны 512 гигабайт встроенной памяти. И уж тем более терабайта. Я напоминаю, что у S10+, есть такая версия на терабайт. 256 это вообще за глаза. То есть, у меня вот, например, в моем телефоне в пикселе 128 гигабайт прошло уже несколько месяцев, а я и процентов 50 памяти не забил. Поэтому 256-128 модификации прям хорошо. Так что единственный объективный минус этого смартфона более сильный нагрев относительно старших моделек. Но, опять же, если сравнивать этот нагрев по средней температуре по рынку, во-первых, найти смартфон такой же компактный, как этот, и такой же мощный сегодня практически невозможно. Честно говоря, мне даже в голову ничего не приходит, что будет в таких же размерах, как и этот телефон. А я напоминаю, что экран здесь 5,8 дюймов, и он при этом вот у меня совершенно легко вмещается в руке. Если вы знаете смартфон с таким же дисплеем, и с таким же размером, и с такими же характеристиками, напишите в комментариях. Потому что эта штука, по-моему, сейчас вообще уникальна. В таком форм-факторе такой набор качеств сегодня очень сложно найти. Вот такой вот Galaxy S10e. Если вам нужен компактный смартфон, который мофит все, и при этом никак вас не будет ни в чем ущемлять, то Galaxy S10e абсолютно стоит того, чтобы на него посмотрели. Я дико рекомендую, друзья, если вы целитесь сейчас на Galaxy S10+, либо на Galaxy S10 обычный, но вы переживаете насчет размеров, то обязательно, если вы, например, уже сделали предзаказ, очень рекомендую зайти в наши магазины и потрогать этот смартфон руками. Потому что если Galaxy S10+, и обычный, продает себя сам по факту, то Ешка это тактильная история. И когда вы берете его в руки, мирозрение очень сильно меняется. На этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам было интересно, где вот такую вот футболочку достать, то ссылочка тоже будет в описании. Люблю Doom. Крутая игра. Так что вот такие вот дела. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Хорошего дня, яркого настроения. Играйте только в хорошие игры на правильном жалере. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok